Находясь в этом уютном, моем любимом храме, хотел бы обратиться не только к нашим белорусам, но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной. Ну чего там его народ все время, лишь бы не было войны. А я всегда говорил, если война, ничего не надо. И как актуально сегодня звучат вот эти просьбы и требования белорусского народа, лишь бы не было войны. Поэтому во имя мира, во имя нормальной жизни и дружбы я хотел бы обратиться прежде всего к нашим соседям. Давайте жить дружно. Я хотел бы попросить своих коллег, политиков, давайте не будем беситься, давайте не будем создавать нашим людям проблемы. Их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой, Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Ну, они же такие были счастливые, такие были веселые, жили в таком заможенном мире. У них все было, у нас ничего не было, а у них было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневые крупы купить. Ладно, крупы, соли нет. Соли просят у нас. Мы, как благородные люди, открываем эту границу и особенно в канун религиозных праздников. Пасхи католической, православной. Приходите, здесь ваши люди. Граница не должна препятствовать жизни, нормальной жизни и нашим соседям в том числе. Мы по-соседски всегда подходили и относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у нас говорят. И мы единственное хотим, чтобы такое было отношение и к нам.